Израиль после войны за независимость в творчестве Урицви Гринберга В 1948 году, после создания государства Израиль, Урицви Гринберг был уже немолодым человеком. Ему исполнилось 52 года. Издав в 1951 году книгу «Улицы реки», посвященную уничтожению европейского еврейства, он, как бы освободившись от страшного бремени переживаний по поводу происшедшего, отдает себя новой еврейской жизни. Начиная с 50-х годов, Гринберг в своей поэзии разрабатывает два направления. Это общественно-политическая общенациональная поэзия, в которой он развивает основные идеи еще довоенного творчества и сугубо личная метафизическая лирика. Урицви уже в зрелом возрасте возвращается к своей первоначальной ипостаси. Вот чей дом, к мыслям о мироздании, о человеке вообще, о божественных законах. Теперь он каждое десятилетие подводит некий итог личной и творческой жизни. Его лирическая поэзия в немалой степени подвержена даже меланхолии, ибо у него осталось меньше надежд, что вся огромная энергия, которую он обрушивал и извергал на читателя в 20-е, 30-е, 40-е годы, как-то изменит жизнь, изменит картину еврейского общества. Революционность, бунтарство, которые были ему свойственны изначально, а в самые ранние годы даже какой-то нигилизм и анархизм – все это успокаивается. И не потому, что он видит перед собой лучшую жизнь и лучшее общество, а потому, что он осознает себя человеком, использовавшим все свои силы и, тем не менее, немногого добившимся. Но не это самое главное. Главное, что каким-то образом поэзия, всегда бывшая эпицентром его жизни, стержнем его существования, в конце концов остается у обочины дороги еврейского общества и еврейской жизни. Несмотря на всю провокативность и силу его стихов, крик его души, образно говоря, мог быть услышан только соседями, но даже и они иногда вызывают полицию, чтобы им не мешали спать. И поэтому теперь в творчестве Гринберга в большой мере присутствует меланхолическое настроение. В его гражданственной общенациональной поэзии есть свои взлеты и свои падения. Конечно, само создание государства Израиль было воспринято им, как и всеми, как чудо, как открытие лица Господня своему народу, бывшему совсем недавно, несколько лет тому назад, на грани полного уничтожения. И вдруг через столь краткое, с точки зрения истории, мгновение, исполняется двухтысячелетняя надежда, создается еврейское государство, и сотни тысяч евреев приезжают жить в него. В этом государстве очень быстро возникает своя армия, и оно оказывается способным постоять за себя даже против сотен миллионов врагов вокруг. Это действительно было чудом. Была еще одна война, очень быстрая и победоносная для Израиля. Война 1956 года, которая как бы поменяла всю картину состояния еврейского народа. Если в войне за независимость Израилю помогали только евреи других стран, а международной поддержки практически не было ни со стороны Соединенных Штатов, ни Англии, которая помогала арабам, то в 1956 году грянула война вследствие военного партнерства и союза между Англией, Францией и Израилем. За восемь лет совершенно изменилась военная обстановка на Ближнем Востоке. Англия и Франция, естественно, хотели получить Суэцкий канал. Это было их политической и экономической целью. Израиль имел свои цели, в частности, уничтожение террористических банд Фадаюна на территории Газа. Самое интересное, что из трех военных сил, единственно победоносной была израильская армия. Англо-французский десант на город Суэц провалился и был расстрелян еще в воздухе. Они не сумели завоевать ни Суэц, ни Суэцкий канал. Израильская же армия завоевала и сектор Газа, и весь Синайский полуостров, и очутилась там, где и должна была быть, только без французов и англичан. И все это произошло за несколько дней. Это был пик нового понимания собственной силы, собственного достоинства. Но еще через несколько дней Израилю пришлось отступить со всех завоеванных территорий. Из Синайского полуострова и из сектора Газа, под давлением США и Советского Союза, которые ни в коем случае не были заинтересованы в том, чтобы Суэцкий канал возвратился в руки европейцев, а Англия и Франция попросту предали Израиль. По решению Организации Объединенных Наций эта война была закончена, но она дала понять, что Израильская армия и государство Израиль значат больше на международной бирже государств, чем можно было представить себе ранее. И этот пик 1956 года отражается в поэзии Урицви Гринберга. Потом вновь спад и довольно тяжелый, национальный, экономический, общественный. Спад продолжался вплоть до 1966 года, очень трудного года в экономическом отношении. В 1966 году был разоблачен советский шпион Исраиль Берр, являвшийся стратегическим советником главы правительства Бен-Гуриона, ни много ни мало. Он себя называл доктором, хотя доктором не был, а был шпионом. И это явилось ударом по собственному достоинству и престижу израильского правительства. В 1966 начале 1967 года все знали, что будет война, и очень ее боялись. Насыр, Хусейн и сирийские правители открыто говорили о войне, в результате которой, в конце концов, арабы добьются осуществления того, что им не удалось в 1948 году. А именно, уничтожат еврейское государство и утопят всех евреев в море. Атмосфера была страшная, тяжелая. И вот началась шестидневная война. Тогда еще никто не знал, что она будет шестидневной. За шесть дней все совершенно изменилось. Вдруг правительство Израиля и народ Израиля обнаружили себя в положении, о котором даже не могли помышлять. На территории, о которой, если и мечтали, то это были мечты далекого будущего. Много позже стало известно, что планы генерального штаба были совершенно негодными. И сам начальник генерального штаба, ныне покойный Ицхад Крабин, не смог выдержать нервного напряжения и вынужден был устраниться от действий, по крайней мере, на 48 часов. Вместо него действовал Эзер Вейцман, который был человеком спонтанным, непредсказуемым, и ему не были нужны никакие предварительные планы. Единственное, что было запланировано заранее и приведено в исполнение, это превентивный удар по аэродромам противника. С этого война и началась. Неожиданный израильский народ и израильское правительство нашли себя на храмовой горе и у стены плача в Иерусалиме, в Хевроне, в Шхеме, в Синае и на голландских высотах. Сегодня в это трудно поверить, но большинство в израильском правительстве решило ни в коем случае не завоевывать голландские высоты. И старый Иерусалим тоже не завоевывать голландские высоты, потому что надеялись, что не вяжется в войну Сирия, и тогда с ней не нужно будет воевать. Старый Иерусалим считался бомбой замедленного действия. Там и христиане, и мусульмане. К нему обращены взгляды всего мира. Зачем нам это нужно? Храмовая гора, церкви. Кому это нужно? Без этого жили и будем жить. Тем не менее, все было завоевано. Завоевано вопреки всем изначальным планам. Никто не мог себе представить, что вся египетская армия бежит, и чтобы быстрее бежать, будет на ходу разуваться. Потому что это были простые филахи, не привыкшие к обуви. Им было проще убегать босиком. Они побросали танки, оружие, боеприпасы, груды обуви. Израильские солдаты не успевали брать врагов в плен, они сдавались сами. Арабы Хеврона пришли к евреям с ключами от Марадга Махпела, пещеры Махпела. Такая же картина наблюдалась повсюду. Но невзирая на такой успех, стоял вопрос. Кто это возьмет и что с этим делать? С одной стороны, Гриндер, как и многие другие, только у него поэтическое чутье было развито в сотни раз острее, чем у других, видел перед собой чудеса просто невероятные, когда в руки падает то, о чем можно было только мечтать. С другой стороны, он понимал, насколько эти руки не готовы принять все, что в них падает. Какие чувства могут наполнить сердце при осознании этого противоречия? Все это отражается в поэзии. Прежде всего, эйфория по поводу того, что само пришло в руки. Урицви Гринберг видит все происходящее по-своему. Прекрасные солдаты, хорошие евреи и совершенно не готовая к победе руководство. В стихотворении Йом Немухин. Приниженный день. Проявляется свойственный поэту дар предвинения трагедии, которую предстояло переживать его народу. Видел я сон, и были во сне львы, что с гор высоких и светло-туманных спустились, и за лисами рыжими крались, чтоб гнило поесть винограда, и месяц на небе взирал, как о хвость ему лис стали они. И шел я за ними, и на их языке им кричал, львы, эй, львы, но уже языка львов не понимали они. И горько я зарыдал, и во сне ударил меня шар огня, и день настал. Перевод Инны Винярский. В этом стихотворении интерпретируется изречение мудрецов Талмуда, которое гласит, что всегда достойнее быть хвостом льва, чем головой лисицы. Гринберг подчеркивает справедливость этого совета, описывая воинов львов, потерявших воинскую честь и превратившихся во хвостье лис. Даже у лиса не стали не головами, а охвостьем. И вскоре последовали первые и тяжелые плоды Милхемет Йомхакипурим, войны судного дня. Обнаружилась судьбоносная неготовность израильского командования и израильской армии к внезапно начатой войне отсутствия военной доктрины, самодовольства, бахвальства. Египетская армия, подготовленная советскими военными советниками, на этот раз действовала намного лучше, чем израильская армия. Самым страшным бичом израильской армии в 1973 году были ручные противотанковые ракеты. Небольшие части команды с ракетами действовали в соответствии с советской военной доктриной. Наша страна была хорошо осведомлена об этом, но ничего предпринято не было. В первые дни войны мы потеряли более 100 самолетов. Нетрудно представить, что значит 100 самолетов для военно-воздушных сил, насчитывающих всего 400-450 машин. Сотни танков были подбиты на поле боя охотниками за танками. Испытали горечь отступления. Не была подготовлена ни вторая, ни третья линия обороны, куда можно было бы отступить, Если бы не перелом на девятый день войны, который изменил весь ход событий, то полная паника, царившая в генеральном штабе, могла бы привести к трагедии. Министр обороны Мошедаян считал, что все, конец. Он так и говорил. Это конец третьего храма. Шарон на третий день войны предложил главе правительства совершенно неожиданный для противника ход. Перейти Суэцкий канал, уничтожить ракеты ПВО, дать возможность военно-воздушным силам создать реальную угрозу вражеской столице и полностью изменить всю карту войны. Вначале план Шарона не был принят, но на девятый день войны не стало другого выхода. И это принесло свои плоды. Египетская армия попала в окружение, в мешок. Израильская пехота остановилась в ста километрах от Каира. С течением времени радость победы, радость самоутверждения сменилась желанием политических лидеров уйти от новых проблем, отступить. Уходя из Зерихона, Газы, Шхема, они говорили народу, что еще нужно поблагодарить арабов, что они это берут. Кому это нужно? Что там делать израильтянам? И то же самое о Галанах. Это сирийская территория. Нельзя так лгать. Можно оставить какую-то территорию, но нельзя отступать от своего сердца. Еврейский народ доказал, что может жить две тысячи лет и без Галан, и без Шхема, и без Иерусалима, и без Яфа, и без Тель-Авива, но не без сердца. Вдруг эти иудейские земли стали сирийскими, египетскими, и еще появилось что-то палестинское. Вот в чем ужас. Это понимал Гринберг и страшно страдал, но ничего не мог изменить. Что бы он ни говорил, его называли кровавым поэтом, кровавым Гринбергом, фашистом. В израильских газетах писали «фашист, Гринберг, нацист», потому что он считал, что Шхем – еврейский город. Храмовая гора – еврейская гора. В этом нацизм? Называть врагами, нападающих на нас и желающих нашего истребления, означает быть фашистом? Самые видные израильские литераторы, критики, публицисты в течение десятков лет, год за годом травили его. Не говорили о нем иначе, чем о фашисте, нацисте, кровавом шовинисте. Однако, несмотря ни на что, Гринберг получает премию имени Бялика, самую знаменитую и престижную израильскую премию по литературе в 48-м, а затем повторно в 55-м годах. Может быть, он единственный писатель, получивший эту премию дважды, столь велика мощь его таланта. Казалось бы, его принимает литературный истеблишмент. Но это не так. Вся социалистическая пресса Израиля, которая была в большинстве, обрушивается на комиссию по присуждению премии Бялика за то, что Уриц Ви становится ее лауреатом. Его называют ненавистником всего передового, самого лучшего и светлого. Пишут о том, что в его поэзии нет ни одного доброго слова о социалистах, о строителях социализма, и обвиняют комиссию премии Бялика в непростительной ошибке. Комиссия мотивировала свое решение тем, что он великий поэт, третий по своему значению в ивритской литературе, по крайней мере, после Черняховского и Бялика. К 1948 году им были опубликованы циклы стихотворений о Второй мировой войне, которые произвели чрезвычайное впечатление на читателей. За пять лет до смерти поэт умер в 85-летнем возрасте, в его честь была организована выставка. В интервью спросили его мнение об одном из маститых израильских писателей, который в конце 40-х, в начале 50-х годов принадлежал крайне левому лагерю и писал ужасные вещи о Гринберге. Прошли десятки лет, тот писатель изменился, изменились его взгляды, спросили у Рецви, прощает ли он писателя. Поэт не прощал. Он сказал, что знает евреев, которые сначала тебя убивают, а потом Хозримбетшува. Нет, он никому не прощает. Пусть не убивают изначально. Таков был 80-летний Гринберг, таков был его характер. Его опубликовали, потому что знали, что он поэт совсем другого масштаба, чем все остальные поэты. Были придворные поэты, и они прекрасно жили экономически. Их посылали на все интернациональные конгрессы. Были такие поэты, они есть и сейчас, но все знали, у Рецви Гринберг как поэт совсем другой. Поэтому печатали, но при этом обливали грязью и награждали самыми унизительными эпитетами. Его, Гринберга, который знал, что значит фашизм и нацизм, не понаслышке. И его сердце обливалось кровью за свой народ, за свою страну, за свою землю. Вся эта сложная гамма чувств отражается в его поэзии. Один из циклов стихов «Альдад, Газман, Бегамаком» – это почти непереводимое понятие из молитвы Йом-Кипура. В самом начале вечером в Йом-Кипур выносят два свитка Торы, и самые уважаемые члены общины берут эти свитки, и тогда кантор произносит. «Альдад, Гамаком, Веальдад, Акагаль, Бейшивашель Мала, Бейшивашель Мата, Ану Материм, Лейд Палель, Им Аварейним». И вот Гринберг пишет, осознавая и понимая, что значит время и что значит место, где и когда ты находишься, что из этого следует и как ты себя должен вести. Гринберг – это поэт-мечтатель, поэт будущего, поэт чувства. В этом же цикле он помещает небольшое стихотворение с многозначительным названием, которое также непросто перевести. Разум закрытый от любой идеи. Чей он этот разум? Это разум министров, великих. И сушеная виноградинка, изюминка – это наша страна, похожая на изюминку среди всех стран. Разум, закрытый для всякой идеи. Это разум министров страны, сохшийся, как изюминка. Народ дал министрам силу и кровь своих сыновей, чтобы открыть ворота к просторам царства, веками закрытым. Врата, закрытые в течение поколений, – это границы, которые существовали до 67-го года. От 48-го до 67-го года они были ночами, а ночью мы только мечтаем, видим сны. Поэт напоминает о времени завоевания Эрец Исраэль и Иошуа бин Нунам сразу после Маше. Ночные черные дни сменились днями солнца, стоящего в небе. И лик Иошуа бин Нуна сиял этим солнцем. И сияние этого круга он, полководец тех армий, правит армией внуков своих. Они ярче радуги, тверже железа на аренах израильских войн и несут на штыках своих неба вдаль, к древним просторам. А во след им поет народ иерусалимский свадебный гимн, и молитва народа вздымается к небесам. Министры изюминки смущены, хотят отступить, но отступить не умеют. Да как отступать? И я говорю им, смелее отступайте, впрягайте верблюдов, ослов и повозки любые, и весь флот компании Эгет. Не могут могучие плечи ярингов, эвенов и сапиров. За слоном служите по рукой, что отступая, не лягут солдаты, обыгрив своей кровью синая пески, Что будет стоять там огненный столб, облачный столб. Речь о Синае. Там же был и огненный столб Маше во время исхода из Египта, И поэт вновь возвращается к серьезному предупреждению. Будет оружие там, пыль и дым будут там. Если всего лишь на метр враг перейдет через водный рубеж и вступит в Синай, Покраснеет от крови песок, и снег на хермоне обогрится кровью, И засияет корона на голове у араба, корона, которая нашей должна была быть. И мы за скрижещим зубами, словно жуем мы известь и мел, И не будут ни бог, ни царь, ни герой на горе Синай в рассветных лучах, И не нефтяные колодцы, все, что нам свято, все, что любили, все сброшено в пропасть. Гляжу я на них сквозь жгучие слезы, и не постигаю умом, Они пьяны и не от вина, перевод Инны Винярски. В другом цикле, написанном в сорок восьмом году и названном Сефер Гайгуль, книга круга, как бы все возвращается на круги своя. Приведем Шир Гораль Гашар, стих о судьбе певца. Подразумевается, что певец – это сам поэт. Хотелось ли предкам моим, чтоб стал я поэтом В господних чертогах, в дальних и жарких краях, На шаре, что вокруг солнца вращается? Кровь моя твердо помнит ту песню, Что пелась глубокой ночью, как бы вчера, О золотистом козленке, о безучении Торы, бесценной для нас, О вестнике, мчащемся к нам через горы, И на устах его важная весть. И не шел я за чужою музыкой, За ладаном и волшебством чуждых краев, Как шли друзья мои вплоть до гибели. Ибо мною звучал орган, Он играл в двух горних храмах, В двух святая святых, И пал. Как мог я сдержать в себе стих, Так что факел врага не спалил, Ноты великих напевов, Буквы которыми пишет огонь, Надежду и смысл святого чертога, Божественного народа, Хранящего письмо и печать, От вершин Синая и Мория, Вплоть до гибели после битвы. При чтении Торы используют Таамин. Это ноты, Этот тон не смог сжечь чужой факел. Известно, что Второй Иерусалимский храм был сожжен. Флавий описывает так. Один из солдат десятого легиона Бросил факел, И начался пожар, Который уже потом невозможно было потушить. Да, легионер сжег храм, Но не сжег песнь, Ее мелодию, Ее строчки, Ее буквы, Ведь сами буквы — это огонь. Говорят наши мудрецы в Талмуде, Что Тора Эш-ш-хора Аль-Габей-эш-левана Свиток Торы Черный огонь По белому огню. Храм сожгли, Но то, что было в нем, Начиная с Синая, Косеф, Мечты и стремления народа божественного, Мехтав, Хотемет, Вехтав, Сумели сохранить. Тору, как бы письмо всевышнего народу, Берегли до гибели после битвы. По-видимому, поэт имеет в виду Вторую мировую войну, Так как стихотворение написано в сорок восьмом году. Лишь пепел и прах остались после родных, И сын после них в сумеречное время, Памятник и орган для них. Храм Господень теперь осквернен на всем шаре земном и вскрыт, но вход в малый дом, дом для каждого, перед каждым закрыт. Перевод Инны Винярский Таково его ощущение после войны. С одной стороны, он поэт Синая, А с другой, у него не осталось даже маленького дома обыкновенного человека. Эти личные и вместе с тем общенациональные чувства воплощены Урицви Гринбергом в стихе о судьбе певца. Субтитры создавал DimaTorzok